Традиционно в центре внимания строительство детских садов и школ. Еще в прошлом году Юрий Поляков поставил задачу ускорить процесс возведения социальных объектов. Работа в этом направлении продолжается. По строительству дошкольной общеобразовательной организации в хуторе Воскресенском выполнена заливка фундамента под бетонки, выполняется монтаж ФБС и заливка колонн. Проектная документация по строительству школы улицы спортивной инженерной инструктуры хутора Бужор в станице Гастагайской находится на рассмотрении государственной экспертизы. На сегодняшний день устранение замечаний по результатам работы этой экспертизы. Резкой критике подверг глава курорта качество и уровень телефонной связи и интернета в городе. Жалобы регулярно поступают от жителей муниципалитета. В этот раз Юрий Поляков был категоричен. Вызывает вообще беспокойство, что нет связи в городе. Обрывается связь, не берет, не работает. Интернета нет. Ну кто этим заниматься будет, в конце концов? На пляжах нужен вай-фай. Я сказал, на всех пляжах. Я в прошлом году эту задачу ставил. Сделали? Не сделали. Следующее поручение также касается комфортного пребывания жителей и гостей Анапы на курортной территории. Необходим постоянный контроль за уборкой мусора с пляжей, в том числе и в зимний период. За прошедшую неделю силами МУПАКУ выполнены следующие работы. Расчищено и углублено пропуску возборного паводка русла речки Анапы. Организована уборка бытового крупногабарительного мусора с пляжной территории Большой Утриш. Уборка и вывоз поваленных деревьев на Пионерском проспекте, а также выброженных на берег деревьев и веток, вывезено 50 тонн. Не за горами новый курортный сезон. В числе главных задач для всех служб Юрий Поляков обозначил работы по улучшению внешнего облика города. В частности, мэр потребовал активизировать работу с санаториями и здравницами по установке световых коробов с наименованиями курортных объектов на Пионерском проспекте. Управлению архитектуры и градостроительства было поручено привести остановочные павильоны к единообразию, причем с учетом климатических особенностей города. Это ветер, это дождь, это наши люди, которые будут стоять на этих остановках. Ну как ее можно сделать, вот такую остановку, где продуваемая, промокаемая, замерзаемая. Ну как? Ну как? Вот как вы делаете? Кроме того, глава потребовал от управления по санаторно-курортному комплексу и туризм отнестись с особой ответственностью к поручению, выданному еще прошлым летом, оборудовать пляжные территории современными туалетами. По информации начальника управления Олеси Лешенко, в настоящее время совместно с МУП «Водоканал» составлена схема для размещения 22 санузлов. Глава же потребовал установки не менее 100 туалетных кабинок, чтобы охватить большую территорию анапских пляжей. Руслан Душевский, Анапа. Регион.